Роман Киселев Роман как раз является специалистом, причем я так понимаю с огромным опытом многолетним по работе не только с шахтным оборудованием, но и сам я так понимаю порядка 10 лет непосредственно работал с оборудованием в шахтах и четко можешь сказать являются ли вот те древние следы на стенах следами ручного инструмента, либо следами действительно какой-то тяжелой техники. Ну я думаю Роман сам представится, пару слов вот где приходилось работать, то что можно говорить и потом давай сначала начнем наверное поговорим про японские, странные пещеры Лонги, которые все хорошо знают и потом про Японию. Здравствуйте, меня зовут Роман Киселев, так довелось, что после школы мне пришлось идти в горный техникум, потом в горный институт учиться. Работал я изначально в шахтах угольных, это Воркутауголь в Воркуте и в связи с своей текущей работой я видел разные шахты и рудные и нерудные, которые добываются механизированным способом или способом взрывания. И исходя из этого, если вспоминать, обратиться внимание к фотографиям этих вот пещер китайских, то становится понятно, что это не просто ручная какая-то выработка, а это элементарная механизированная проходка вот этих вот пещер. То есть можно взять, забить в интернете фотографии и взять какое-нибудь месторождение, которое добывается очистными механизированными комбайнами. Шахты там все понятно, там стружка и особо не видно, шахты в основном глубокие, там везде стоит арочная крепь или анкерная крепь. И стенки, они всегда там осыпаются, так что сделать вывод нельзя. Но если обратиться, к примеру, к капотитонефилиновым тем же самым шахтам, которые как раз таки добывают полезные неископаемые для производства удобрений, тут уже вот прямо можно делать вывод, что это две там одинаковых структуры выемки по стенкам. Просто как берут, срезают, как вот ножом масло, намазывая на хлеб и получается, что вручную сделать это просто не то, чтобы не имеет смысла. Там ровные поверхности, длищиеся там по нескольким сотен метров и это видно везде на стенках и на своде выработки, то есть по-другому, можно сказать, пещере. Логика такая, что данные шахты копали, если я не ошибаюсь, данные пещеры в 92-м году. И на тот период уже были способы отработки таких шахт, таких шахт и таких выработок или карьеров. Но, как говорят, эти шахты, эти выработки существуют намного дольше. Даже если предположить, что их там отрабатывали 100 лет, 100 лет назад не существовало таких способов отработки, комбайны только начинали появляться. Все они были в большинстве случаев неподъемно-стационарные, то они ездили на рельсах по направляющим и нужно было выстроить определенную инфраструктуру для добычи. То есть комбайна на гусеничном ходу, в принципе, там не существовало. А брать и делать какую-то пещеру, туда выкладывать там рельсы, ну это тоже там определенный момент, что сами шахты, что китайские, что вот эти выработки японские, они там намного больше, там лет, ну допустим, даже если предположить, что им там 200 лет, то тогда уж точно не было. То есть это третий технологический уклад, когда появилась только металлургия, как говорят, для того, чтобы сделать конкретный мощный каркас у комбайнов, у рельс или каких-то других направляющих, нужно в первую очередь правильные гибочные станки, гнуть этот металл, прокатывать на станах. Такого еще в принципе не было. Не было металлургических заводов, которые могли создать вот такой вот, как сказать, объем оборудования, технологических цепочек, инфраструктуры в целом, для того, чтобы можно было сделать данные конструкции и данную инфраструктуру, для того, чтобы впоследствии можно было отрабатывать шахты. Мы вот еще с тобой смотрели, действительно, в 92-м году эти пещеры были затоплены раньше, там какой-то китаец решил посмотреть, что же там, потому что там пещеры были эти бездонные, осушил в 92-м году. Давай предположим с тобой, что действительно эти пещеры были созданы в 20-м веке, то есть когда-то давно, может для военных задать, может еще для чего, там во время холодной войны. Скажи, с какого примерно десятилетия 20-го века могла эта технология появиться, чтобы создать вот те же самые пещеры Лонгью? Ну, наверное, можно сказать, что лет 40 назад, примерно лет 40-50, то есть во время Второй мировой войны, в принципе, таких механизированных комбайнов не существовало. Сейчас определенное количество компаний в мире, которые могут делать эти комбайны, в принципе, они являются монополистами. То же самое, там, компания, там, там, Джой, там, Ляйков, те, кто производит, там, добычное, там, горношахтное, там, проходческое или добычное оборудование. Они только относительно, там, новые и перспективные технологии только воспроизводят сейчас. Это, там, ЧПУ машины с кучей баров, так сказать, которые, вот, вращаются и отрабатывают эту выработку. Там, гидравлические, там, разные телескопические стрелы, мощные, из сильного металла, крепкого металла, который может отрабатывать, там, породу, там, большой крепости. Что касается того оборудования, которое было в прошлом веке, так сказать, ну, допустим, даже сто лет назад, я вспоминаю, там, наш, вот, гурный техникум, у нас был, там, полигон, и на полигоне конкретно стояли комбайны, как памятники прошлому периоду, то, как раньше все это было. Показывали такие комбайны, это, вот, еще, там, шахты Воркуты отрабатывали, начали отрабатывать, где-то, там, в 30-х, условно, там, в 40-х годах. 20-го века, и там использовали такой первый комбайн, как я вот помню, там, здоровая такая пила, там, на 2 метра, и как-то она двигалась по направляющим, ее, там, перевозили, там, с помощью, там, лебедок, там, на конях, там, ставили, она, там, срезала эти угольные пласты, но, смысл в том, то, что угольные пласты, они сами по себе не имеют такой крепости, как те, вот, эти, вот, каменные породы, которые вырабатывали в тех самых шахтах, там, или вот этих вот, я не знаю, даже, как это назвать, какие-то бункера, там, Китая или Япония. Вот мы с тобой видели на фотографии, ну, я, как не специалист, для меня вызвал удивление. Там подпорные вот эти колонны сделаны из той же самой породы, то есть комбайн просто как-то вот по периметру обходил, аккуратно вот эти, то есть, это, там, это подпорные колонны, и насколько трудоемко вот это комбайном, современным это сделать. Вот современный комбайн может вот эту часть породы вытащить, и вот эти подпорные колонны из той же породы, скажем так, вытащить. Сделать это не трудно, но сами по себе комбайны, вот, если мы предположим, там, текущий, там, период времени, текущие комбайны, они довольно-таки здоровые. Это, там, 4 метра, там, в ширину, там, здоровый комбайн, там, 8 метров, там, в длину, который нужно будет брать, там, помимо того, что он может ехать только прямо, ему нужно, там, определенное расстояние на разворот, для того, чтобы, там, поехать в другую сторону. Он, нельзя сказать, что он особо, там, маневренный, но если эта колонна будет находиться слишком близко у стены, то не будет радиуса, там, примерно, там, ну, там, в 7, там, метров, там, или в 6 метров, если ты будешь, там, как-то узким ходом пытаться проезжать. То есть, этого места для маневров, я не будет. И тут уже, там, на самом деле, отдельная тема, а были ли комбайны такие большие, или это была другая какая-то технология. Большим комбайном, обычным, современным, сделать это можно. Вот, там, шарошки вот эти вот позволяют вырабатывать вот эти вот несущие колонны, но, что касается большой высоты, то есть, это делали те люди, которые знали, что они делают, те, которые понимают, как нужно, там, вскрывать, там, горные выработки, потому что это нужно просто брать и спускаться вниз, отрабатывая все пространство и выдавать это наверх. Высота, там, в этих колоннах, я не помню, там, метров 8, наверное. В Кузбассе есть механизированные комплексы высотой по 7 метров и комбайны, там, если не ошибаюсь, там, там, есть один комбайн, я вот, не помню, как его зовут, там, из типа SL-300, вот, и этот комбайн, он может поднять, так сказать, вот, исполнительный орган, там, там, на высоту, там, 7-8 метров, и он такой один на Кузбассе, если не ошибаюсь, в России он точно такой один, но если такой в мире, еще, его делали, там, специально для мощных пластов, и таких комбайнов для пород большой крепости их, как бы, нет. Вот он единственный такой большой, который может взять и вот эту вот высоту, вот эту вот пещеру, там, отработать. Соответственно, люди должны были спускаться вниз, а потом всю эту горную массу, вот, все, что получалось, всю эту руду, или что это было, выдавать каким-то образом наверх. Это вообще уже, там, совершенно другая история, но это должна быть, там, технология, методика, там, вот, институты, то есть, к этому люди как-то пришли, и где эти труды, там, не совсем понятно, вот, на самом деле. Мы с тобой еще разговаривали, ты меня поделился, там, некоторыми такими, но это не секрет, это, скажем, специфика профессии. Для меня, например, было открытие, что когда комбайн проходит, вырабатывает, вот, определенную, там, скажем, объем, очень часто этот объем начинает схлапываться, потому что горные породы давят. То есть, получается, мало того, что нужно было это как-то выкопать, нужно еще было хорошо понимать геологию вот этого места, иначе вот, а там ведь, помнишь на фотографии, там ведь огромные, на самом деле, вот эти вот полые поверхности, здесь сверху тоже все вот это давят. То есть, нужно было тем людям, которые это делают, еще хорошо понимать, чтобы на них это все потом не упало. Ну, тут, как интересный момент, что чем мощнее комбайн, чем сильнее у него вращаются исполнительные органы, вот эти вот бары, чем крепче у него, ну, эти вот зубья, которые стоят на исполнительном органе, тем проще ему отрабатывать вот эти вот там пространства. Чем он слабее, тем тяжелее, тем больше он наносит, ну, вреда, так сказать, вот в целом там каркас вот этой вот выработки. То есть, элементарный пример взять, вспомнить, какие раньше там еще там в Советском Союзе были станки для лечения зубов, когда там жмет он на педаль, вот чем сильнее она жмет, тем сильнее он вращается, и тем меньше у тебя болит зуб, потому что, как бы, сила трения там намного меньше, и из-за того, что там буру вот этот вот алмазным напылением, ты лучше вырабатываешь это место, и меньше повреждения там наносишь зубу. Здесь точно такая же логика. Тот, кто отрабатывал, те технологии, которые были использованы, вращение было, допустим, довольно очень сильное, и это могло позволить там сохранить там текущее там состояние, ну, в целом там свод и сечение, допустим, да, на выработке. Если же это делалось там чем-то примитивным, то обвалиться это могло там легко. То есть, Инна Маславович, чем медленнее вращение, тем больше вот этих может трещин появиться, по которым сколы потом пойдут? Чем медленнее вращение, чем хуже крепость зубьев, зубьев, плюс сама там, сам металл, который там используется, электроэнергия, которая подается, гидравлика, которая используется, гидродомкраты, это все целая там отрасль, индустрия, которая должна обеспечивать такую вот большую промышленность, как сейчас. То есть, если сейчас там взять и половину промышленных предприятий России там закрыть, и у нас останутся только там комбайны, мы сами не сможем их делать, потому что у нас не будет инфраструктуры. Ну, так по сути и произошло, что там есть, где делают их на Кузбассе, и часть комбайнов делают, которые на Украине, а которые вот делались раньше в Центральной России, их уже сейчас не делают, там причин там масса, потому что здесь не было площадки для создания вот этих вот комбайнов, потому что там страна была единая, можно было взять там у коллег там с Донбасса или Кузбасса купить оборудование, а так приходится покупать в целом там или за границей, потому что технологически в целом по выработке шахты отстали, и это дает о себе знать. Поэтому, что касается прохождения вот этих вот выработок и отработки, здесь все-таки вопрос больше, какой период времени это происходило, и если будет сказано, что это происходило там 50 лет, то чем вы это делали? Если это происходило там 30 лет назад, то чем вы это делали? Это все равно этот вопрос будет довольно открыт. И главное, зачем? Потому что в любом случае, либо ты разрабатываешь какие-то полезные ископаемые, которые потом применяешь в экономическом хозяйстве, либо ты строишь, грубо говоря, какое-нибудь бомбоубежище, от каких-то внешних воздействий. Но об бомбоубежище сложно говорить, потому что там, насколько я знаю, глубина залегания, то есть вот это расстояние от потолка до поверхности, там, насколько я знаю, не очень большое, но мы это посмотрим обязательно. Да, да, да. Роман, вот когда ты эти фотографии смотрел, может быть появилась какая-то аналогия с теми объектами, на которых ты был? Стиль проходки, ширина вот этих вот полосок, зубьев? Ну, вывод там можно сделать сразу же такой. То есть вот у меня там коллега, там мой бывший, он работал на Апатитонефелиновой шахте и показывал мне фотографии, плюс я еще в интернете смотрел, он тоже было интересно, как их отрабатывают. Я знаю, что там используются комбайны, знаю, что там не песчаник. Ну и стало интересно, начало его расспрашивать, он начал показывать фотографии. И как только ты мне показал эти фотографии, я сразу говорю, ну это по Апатитонефелиновой, просто шахта, вот на самом деле. Ну, Апатитонефелиновый добывают, допустим, в довольно-таки больших количествах, и он сосредоточен только в определенных там местах планеты. Тут понятно, зачем он отрабатывает, но что отрабатывали вот в этих пещерах, таким же способом, здесь не совсем ясно. Это просто камень. Камень для чего-то, его выкопали каким-то способом, и что-то там было выложено. И таких пещер их много в мире. И они довольно сделаны, как бы там, как сказать, не то чтобы с архитектурным, там с изыском, с каким-то определенным. Это невременная выработка, которую взяли, прошли для того, чтобы потом ее забросить там и завалить. Это слишком дорого с точки зрения там себестоимости. Ну да, там на фотографиях, наверное, обратил внимание, там на некоторых колоннах узоры, какие-то экологические животные, на стенах. То есть изначально, я так понимаю, это помещение строилось не для экономических мостов, а для того, чтобы там находились люди. То есть это может быть так, может быть сценарий такой, что кто-то когда-то каким-то способом прошел эти выработки, а потом туда пришли люди, и они сделали уже там свои узоры на стенах. И у них тоже не было... Совершенно верно. Эффект вторичного использования. А потом, соответственно, их залило водой по каким-то определенным причинам. А теперь их осушили, и мы гадаем там, кто их когда их прошел. Не совсем понятно. И вот если вспомнить, еще самое интересное, там вот эти вот пещеры там в Японии, и отработка, та, которая велась там, там высота и своды, они еще намного большие. Вот эти вот линии прямые, как будто брали, резали ножом. Непонятно, чем их резали так ровно. Сейчас нужно использовать там фрезерные здоровые пилы, которые туда нужно ставить. Комбайном так не сделать. Комбайны не пилят так. Я тебе даже больше скажу. Официальные историки, когда им задают вопрос, они говорят, ребята, это было сделано сервичными инструментами. То есть потихоньку... Там очень интересное объяснение нашел в интернете, что разработка велась сверху. То есть приходили японские там, геологи, археологи, специалисты, и начинают сверху, тюк-тюк-тюк-тюк, и вот так вот скалывать вниз. Насколько это реально, или это называется, что придумал, то и выдал? Ну, скалывать, это, наверное, не совсем правильно. Сейчас используют просто там, буро-взрывной способ. Забуривают там шпуры, закладывают туда заряд, потом уходят там в сторону, взрывают, и вот я вот обратил внимание на некоторых тоже там заброшенных в свое время месторождениях, большие валуны с камнями, сбоку видно, как будто что-то всверливали. Вот точно такая же картина, когда сверлят в рудниках подземных, чем бурили раньше, и какую взрывчатку туда закладывали. Сейчас борются за качество бурения, за качество взрывчатого материала. Если раньше было лучше, то, где она сейчас, в принципе, находится. То, что использовали взрывчатку для взрывов, ну, скорее всего, наверное, ее использовали. Или иную какую-то технологию, непонятно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok